Покричите все, как будто я Дима Билан Хорошо, крикните так, как будто я Павел Воля А я сразу говорил Билану, Волей быть лучше Так, здрасте все, поаплодируйте мальчики, девочки Все-все-все до одного Все остальные поаплодируйте тоже Ууу, сколько всех остальных-то Друзья, я вас приветствую в замечательном клубе Comedy Club Здесь собираются у нас одни оптимисты Другого объяснения у меня нет, почему здесь все собрались не на работе Новости не ведут, ни передачу никакую Начну с ведущих первых каналов Здравствуйте, коллега Андрей Малахов Очень приятно, что доехали до нас Особенно приятно, что наши пинджачки какие-то одинаковые Андрей, мы все с удовольствием смотрим вашу передачу «Пусть говорят» Кто смотрит ее? Поднимите руки, честно Все, все восемь человек Из этой прекрасной аудитории смотрит вашу программу Но у нас есть общественное мнение Вы столько разговариваете, Андрей? А может вашу передачу назвать «Пусть говорит»? Уж не мешать вам Не, на самом деле, это ведущий, который до сих пор уверен, что оплачивают каждое слово Это не так Серьезно, тому, как вы говорите и сколько вы выдаёте информации одновременно Я лично удивляюсь, честное слово А кто знает, что Андрей Малахов выпустил книжку? Я ничего Все, кто смотрит вашу передачу Все эти шеи Как она называется, «Мои любимые блондинки»? Офигительная книга, друзья Написана так же, как говорит Андрей Малахов Привет, 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 это книга Андрея Малахова Привет, это книга Андрея Малахова Привет, привет, привет Не перелистывайте страницу «Привет!» Все самое интересное в моей книге «Привет!» Это Андрей Малахов и его книга Не перелистывайте Ни в коем случае не перелистывайте Перелистните «Привет!» Это вторая страница моей книги Не перелистывайте вторую страницу Читайте до третьей На самом деле, книга задумывалась, как смс-ка Но Андрей разошелся И после первой редакции, где выброшены были смайлики и приветики Давай, бросай Яблоко Задора И после первой редакции, когда издатели как-то попытались объяснить, что первая книга не может быть сразу 500 томов по 720 страниц Как-то книжечку уезжали, так до одного тома Мои любимые блондинки, да? Лукьяненко не даст соврать, что фэнтези сейчас очень популярны Алена Феридова, кстати, вошла в вашу книгу? Нет, она как соседка не входит То есть соседи не входят обычно? Я же как писатель уже не вхожу А, вы тоже писатель? Может, споете нам Лукьяненко? Или может быть Фактор 2 померит пульс у меня, не знаю Все займемся своим делом Как бы Андрей, держите яблоко Вашу программу, пусть говорят, очень хотят выпускать сурдопереводом, но люди ломают пальцы, которые все это Сурдопереводчики хотят собраться и побить вас Причем по их мнению они смогут вас избить, если просто будут переводить то, что вы говорите в этот момент Андрей, познакомьте нас с остальными ведущими Первого канала Вы кого-нибудь знаете отсюда? Елена Проклова Елена Проклова, ваши аплодисменты Прекрасная актриса, с недавних пор замечательная ведущая, Малахов Плюс называется ваша программа, да? Она с другим Малаховом Нету, ну и что? То, что вы не договариваете в программе Малахов, приходится договаривать ему в программе Малахов Плюс Чтобы как раз успели поймать эту мысль, чтобы зрители не переключились Друзья, это еще не все Почему-то отсело далеко, наверное, нелюбитых гадов Ольга Кокорейкина, ваши аплодисменты А почему так далеко вас не посадили вместе рядом с Малаховым, с Проклова? А, у вас же серьезная передача, я забыл Вы же новости ведете Меня посадили наблюдать за ними Посадили наблюдать за ними? Смотрите, за вами глаз да глаз, ребятки Вот я покопался в интернете Там написано, что вы любите лошадей и в баню ходить А лошади... Не, на самом деле это так, вы занимаетесь верховой ездой там, да? Лошади это дезинформация А, лошади это дезинформация В баню, да В баню можно ходить и без лошадей, понял? Хорошо, ладно Такой редко встречается, но класс А, Петр Марченко, он еще у нас ведущий новостей, друзья, поаплодируйте Человек без костюма пришел у нас сегодня Друзья, кто смотрит новости, честно, поднимите руку А, вы доброе утро уже ведете? Я вас помню как серьезного ведущего У нас же есть еще одна ведущая утренних новостей Арина Шарапова, все правильно, да? Доброе утро Да, доброе утро Знаете, между прочим, какой страшный график у ведущих, которые ведут доброе утро? Дома не живут? Дома не живут? Нет В студии тоже не живут? Где живут, непонятно, бомжуют Ведь вам надо быть на работе в эфире во сколько? В пять утра, да? Это значит, надо встать в четыре Чтобы женщине, это важно Женщины меня сейчас по всей стране поймут Чтобы женщине еще себе нормально выглядеть Там накраситься и все остальное Это надо встать в два Чтобы там еще успеть какие-то свои там дела Там же дети, семья и все такое Это надо в час встать ночи А в час ночи уже метро не работает Как на работу доехать непонятно Надо в двенадцать вставать Понимаете? Итого надо лечь где-то в три часа дня, получается, да? А по нашим подсчетам, Арина Шарапова в данный момент спит У вас, наверное, сложная, да, судьба? Проснулась, поговорила, все, легла спать опять Проснулась, опять поговорила У Малахова не так Поговорил, 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 проснулся Поговорил, потом поговорил, поговорил, поговорил Поговорил, зубы почистил, поговорил Подумал, хорошо ли, почистил зубы Обсудил это с щеткой, поговорил еще Вернулся, лёг спать, не спится, поговорил. Слушайте, а вечерней новостью это получается у нас, госпожа, как... А утренней... Слушайте, это вот русский народ, он же теперь, особенно мужская половина, как радуется-то. Это мечта великая. Ложиться спать с Кокорейкиной, а просыпаться с Шараповой. Как здорово-то это. Спасибо вам за то, что вы есть, вы делаете нашу жизнь лучше, правда? Прекрасная, очаровательная, замечательная актриса Нелли Уварова, ваши аплодисменты. Слушайте, Нелли, здрасте. А правда, что вы снимались в «Бригаде»? Нет, не было такого. Мне просто дали фильмографию, написано, что фильм «Бригада». Бумер! А, Бумер! Это разные фильмы, да? Все в «Бумере» снимались? И в «Не родись красивые». Ну, вообще, все, кто не родились красивыми, мне кажется, снялись в «Бумере» и в «Бригаде». А новые какие-нибудь у вас работы классные, там, в «Жаре-2» не хотите сняться? Тяжелый песок. Песок? Вы же молодая, какой песок? Тяжелый. А, тяжелый песок. А, это новая работа «Тяжелый песок» так будет называться? А о чем? О тяжелом песке. О тяжелом песке, какая роль? Уф, как сложный это вам будет. А вы кого играете, тяжелый или песок? Тяжелый. А, и тяжелый песок, то есть весь фильм на вас держится. А еще какие-нибудь известные актеры? Александр Жижин, Николай Пурцев, Зиновий Штаков. Никто не играет? Только вы из известных? Кто это? Действительно. Назвал какие-то имена. Вы не знаете их? Я тоже. Это и так вымышленные были. На самом деле, я вам очень благодарен лично от себя за то, что вы пришли. Зря не вам этот сериал «Не родись красивой». Вы родились и очень красивы. Это мое мнение. Нелли Увару. Алена Сверидова, ваши аплодисменты. Сейчас «Гринпис» у экранов вот так. А-а-а, в шубе, в шубе. Натуральная, настоящая? Синтетика, синтетика. Смотрите, как Прокло вступил. Синтетика, синтетика. Сапоги-то кожаные у самой, понятно. А, это синтетика? Пора бы зарабатывать, девочки. Что? Куда вы пока? Снимите ремень, голубчик. Почему? Потому что кожаный, да. Не надо снимать ремень, там синтетика. Нет, на самом деле, я уж так просто заговорила о певцах, о певицах. Григорий Лепс у нас, аплодисменты. Наш человек. У нас есть резидент такой, Гавр. У него маленькая-маленькая дочка. Он вашей песней Натали попытался ее спать уложить. Обхакался ребенок. Серьезно, он ей как, на-та, и все, и не спит она больше с того времени. Но на самом деле, мне тут сорока на хвосте принесла, что у вас полная фамилия Лепсверидзе. Правильно? Алена. Да-да-да, вы не знали этого. А именно вы не позволяете Григорию выступать под настоящей фамилией. И он пошел на такой шаг. Все, Лепс и все, укоротил фамилии. Правильно сделал. Я всем предлагаю. Это классно будет, если все сохранят фамилии. Соберетесь все. Малах, Свира, Шара. Кто у нас еще? О, да, Кока. Лукьян. Очень тоже классная. Ува. И будете все вместе как-то веселиться. Далее перейдем к спортсменам. От музыкантов, от певцов. Вы уж простите, фактор 2, до вас мы дойдем. Итак, дамы и господа, под ваши бурные продолжительные аплодисменты я вам представляю гордость нашей страны. Реально. Анастасия Мыскина, ваши аплодисменты. Вы просто не знаете, что это за девушка. Теннисистки девушки, это же ведь страшная профессия. Она за свою жизнь перенесла 5 миллионов. А! Это только на подаче. Можно вопрос сразу? На чем вам больше нравится играть? На траве или на грунте? На траве. Ответ правильный. Зря вы смеетесь. Просто все теннисисты утверждают, что если ты классно играешь на траве, то на грунте будешь тупить. Говорят, что вы очень любите водить автомобиль и спать, да? Вы знаете, что все вместе это опасно? А если вы любите водить автомобиль и спать, то я вам советую быть водителем Шараповой. Очень классно. Поспал вместе, да, и довез до работы, поспал. Все, выслай, поспал. У меня потрясающий водитель. А в теннис, в теннис Шарапова тоже будет играть. На замене никто не поймет. Они же там иностранцы все. Ролан Гарус приехал у Шарапова и приехал, вставай, играет. Тан-тан-тан-тан. Вы не знаете, китайская сборная 10 лет двух человек отправляет под разными именами. Успевает только плавки переодевать. Сергей Лукьяненко, писатель, аплодисменты. Я читал все ваши фильмы. Сколько лет вы писали вот эти вот четыре части? Ну, примерно по три месяца каждую. По три месяца каждую? Лет загнул тоже. В первой части конец света у нас начался от чего? От воронки ворон, да? Воронка, очень классно придумано, серьезно. Воронка ворон и конец света, уф. Болтик, ворона, женщина, проклятие. Во второй части йо-йо. Из йо-йо-йо-йо вылетает, а из той йо-йо уже конец света. Сильнее, чем вороны, реально. Я вам придумал вообще классное, откуда взять конец света. Летит диск группы Фактор 2, а из него еще один. А из того еще два и три. И все ложатся на прилавке и их покупают. И все, и тут и воронка ворон, и оба йо-йо. И что мучатся йо-йо? Вот сидят йо-йо, как раз все нормально. Фактор 2, здравствуйте. А почему не аплодирует Фактор 2? Эй, ПТУшники! Ладно. Я не слушаю ваши песни. Серьезно. Ладно, это ты врешь. Вы знаете о том, что есть тайные приметы? Что, чтобы продавалось лучше поддельной Дольче и Габбана, должен Фактор 2 звучать из палатки. Люди идут. Дайте нам это. А там уже говорят, а диск так нельзя купить. Почему? А потому что диск продается в кармане, джинс. Дайте все. Нам. Сейчас. Новая песня какая-нибудь есть на ца, которая заканчивается? На ца нет. На ца нет? Какой новый слог вы осваиваете? Что еще раз? Какой еще раз? Повтори, пожалуйста. Слог. Это в русском языке есть такая... Как бы вам объяснить? Две, а то и три буквы, которые стоят рядышком. Когда он пишет ваши другие песни. У вас есть другие? Может, вы еще и на машине приехали? Паш, подходи после концерта. У вас и концерты есть. Подводя итог. Я бы хотел сказать гигантское спасибо Сергею Лукьяненко. Нашим великолепным ведущим Первого канала. Нашим замечательным певцам. Всех назвал, да? За то, что вы пришли сюда. Серьезно. Я не даром вначале обмолвился о том, что мы страна оптимистов, и поэтому, наверное, мы здесь. Я желаю всем оптимистам, которые живут в этой стране, писать, творить, любить, делать все, что вы делаете. Поверьте, до тех пор, пока вы все на своем месте, фактор 2 не на своем. Книг.